1917 год, революция, социалистическая революция. И в декабре 1918 года по решению комиссариата почты телеграфов нашему институту электротехническому вместо имени императора Александра Третьего мы назывались «Электротехнический институт императора Александра Третьего», присваивается имя Владимира Ильича Ленина. Надо сказать, что это имя мы носим и до сих пор, и такое решение было в определенной степени оправдано. Так как я упоминала о том, что, например, Генрихом Осиповичем Графтио проекты гидроэлектростанции, особенно Волховская ГЭС, были разработаны еще в 1910 году, но лобби иностранных фирм всячески препятствовало строительству гидроэлектростанции. И вот как раз в годы Гражданской войны, в годы Первой мировой войны проблема обеспечения города электроэнергии стала наиболее остро. И уже в декабре 1917 года Ленин ставит вопрос о строительстве Волховской гидроэлектростанции. И с марта 1918 года начинается интенсивная работа по формированию смет и сбору средств и выделению их на строительство гидроэлектростанции. Это решение, которое легло дальше в разработку плана ГЛРО, Государственный план электрификации России, имело огромное значение для нашего института. Фактически в реализации этого плана были задействованы специалисты всех направлений, которые были в институте. В условиях голодного, холодного периода, вот этого страшного периода еще гражданской войны, это было, конечно, для института огромным подспорьем. В 1918-1919 году происходит разделение, выделение отдельных специальностей по направлениям каждой. И из отдельных направлений, которые были сформированы еще, когда директором института был Александр Степанович Попов, то есть это связь, телеграф, телефон, сигнализация, это электроэнергетика, это электрическая тяга, получение электрической энергии, ее использование и электрохимия. Было решено сформировать три факультета. И в 1918 году директором института избирается Петр Семенович Асачий. И направление, которое началось еще перед Первой мировой войной, направление в области электроэнергетики, получает дальнейшее развитие. Надо сказать, что и заявлений на поступление в наш институт тоже было достаточно много. В соответствии с решением государственных структур, в 1921 году организуется рабфак, рабочий факультет, который существовал до начала Великой Отечественной войны, и более 8 тысяч специалистов были подготовлены в этих стенах. Ситуация была достаточно сложная. Сложными были даже взаимоотношения между студентами, то есть людей, ребят молодых, которые пришли учиться в электротехнический институт, рабочих, крестьян, ну и детей старой интеллигенции, которые продолжали, конечно, обучаться и приходили в наш институт. В 1918 году Петр Семенович Асачий избирается и председателем Центрального электротехнического совета. До него некоторое время был Михаил Андреевич Шатылен, который, как мы помним, работал еще до 1901 года в нашем институте. И уже в 1924 году Петра Семеновича Асачьего приглашают, вернее, забирают просто в Москву. Он становится заместителем, председателем госплана СССР. Поэтому надо было выбрать ректора института. И таким наиболее яркой личностью в то время, конечно, был Генрих Оуцепевич Графтио. Его выбирают, но начинается строительство Волховской гидроэлектростанции. И Генрих Оуцепевич замечательный инженер, талантливейший человек, конечно, специалист во всех направлениях в области электротехники, целиком погружен в эту работу. И были намечены перевыборы. И следующим ректором, директором тогда еще института выбирается Александр Анатонович Сумуров. В это время формируется, как я уже сказала, несколько кафедр. Среди них мы должны вспомнить, конечно, Якова Модестовича Гакеля. Одна из улиц Петербурга носит его имя. Это выдающийся был изобретатель. С 1903 года он работал в нашем институте. Читал как раз лекции по этому курсу. И вот в эти годы формируется уже кафедра. Он становится заведующим этой кафедры. И до середины 30-х годов он работает в нашем институте. Я уже упомянула Александра Анатоновича Сумурова. Совершенно потрясающий человек. Надо сказать, что плеяда выпускников нашего института были именно государственниками, то есть людьми, для которых задача развития страны и возможности реализации своих способностей, сил для решения вот этих задач, была главная цель их жизни. Александр Анатонович Сумуров закончил университет, затем закончил наш институт в 1911 году, ученик Генриха Осиповича Графтио. Задача стояла развитие этого научного направления, разработки и испытания аппаратуры, которая должна была обеспечить и генерирование электроэнергии, и передача ее от Волхостроя в Петроград тогда еще. И эту задачу надо было решать, используя определенные испытания аппаратуры. С 1903 года все это происходило в лаборатории высоких напряжений, которая была еще создана Павлом Дмитриевичем Вояновским. Но, во-первых, и напряжения были маленькие уже к этому времени, и Александр Анатонович Сумуров задумал построить, наверное, самую мощную, по задумкам, так оно и получилось, электротехническую лабораторию техники высоких напряжений в нашем институте. Для этого был перекрыт двор внутренний, 600 квадратных метров площадью, высотой во все наше здание. И в этой лаборатории проводились испытания аппаратуры до миллиона вольт. Испытывались автоматика, испытывались диэлектрические материалы, для этого из-под логи привозили кварцевый песок. И, конечно, это имело очень большое значение. И Александру Анатоновичу был написан один из первых учебников вот по этому направлению. Но для реализации уже применения электрической энергии надо было развивать и следующее направление – это применение, преобразование электрической энергии в механическую, использование ее для практических целей. Эту задачу решал Сергей Александрович Ренкевич, также выпускник института 1913 года, замечательный ученый, очень требовательный человек. И в 1922 году была организована первая в мире кафедра электропривода. Так как эти вопросы казались абсолютно всех направлений человеческой деятельности, то впоследствии эта кафедра разделилась и по направлениям ее применения. Это были, разрабатывали оборудование для шахт, электропривод для завода, фабрик, ну и всех других направлений. В настоящее время этими работами занимается кафедра РАПС. И на факультете автоматизации и электрификации этими же вопросами занимаются кафедры системы управления корабельным оборудованием. И надо сказать, что особенно робототехника, конечно, это наше будущее, очень большое значение придается этому направлению, как и другим системам управления. В 1921 году защитил магистрскую диссертацию и получил звание профессора Игорь Георгиевич Фрейман, выпускник тоже 1913 года нашего института. Еще будучи студентом, он уже принимал участие в строительстве мощных радиостанций, причем будучи студентом, он уже подписывал документы по проведению определенных работ как исполняющие обязанности руководителя строительства определенных объектов. Надо сказать, что огромное значение в это время придавалось развитию радиотехники. Было понятно, что без создания новых систем связи, перспективных развития вообще даже страны, оно просто невозможно. Но не все еще понимали значимость использования электромагнитных волн вообще для жизни государства, для культуры. И вот уже в 1917 году им была издана небольшая брошюра «Очерк основ радиотехники». И затем была издана популярная книжечка такая небольшая «Радио и музыка». Об этом подчеркивалось, что для такой нашей огромной страны значение радио-радиосвязи беспроводной имеет важнейшее первостепенное значение. В 1925 году был принят план Гейл-Ро. И на этом съезде, на 8-м электротехническом съезде выступали как раз Исачи, Смуров и Емут Георгиевич. И надо сказать, что его два выступления, одно из них было особенно интересным для нас. В этом он предложил, обратил внимание на то, что необходимо развивать радиолюбительское движение. И такая любительская радиостанция была в то время в нашем институте, после войны она была. И в настоящее время при Мемориальном музее Александра Степановича Попова работает коротковолновая радиостанция, позывной РК-1Б, слышен по всему миру. И в Антарктиде, и за границей в разных странах. И идет очень достаточно интенсивная работа. Очень хотелось бы, что молодое поколение, наши новые студенты обратили внимание на такое необычное применение в условиях наших мобильных телефонов и так далее, занятия именно радиотехникой в полном ее смысле. И аппаратура, оборудование, использование программного обеспечения и так далее. Понятно, что без радиотехники невозможно развитие армии, невозможно развитие флота. Еще Александр Степанович Попов создал первую систему связи для флота. И вот следующую систему уже с использованием электронных ламп разрабатывал Имут Георгиевич Фрейбан. Он был первым председателем секции связи и наблюдения морских сил тогда. И очень трудно было объяснить руководству, что радио – это не просто как радиотелефон, радиосвязь, а это мощное средство управления. Но то, что мы сейчас наблюдаем, использование радиоэлектронных средств в военно-морском флоте и вообще в армии, в космосе. И ставилась задача использования всего электромагнитного спектра. Поэтому в 1925 году Иван Георгиевич привлекает выпускника нашей кафедры замечательного ученого Сергея Яковлевича Соколова и ставится задача разработки гидроакустической аппаратуры. Это было в 1931 году уже было первое в России, даже в мире, первое кафедры электроакустики. И сейчас это кафедры электроакустики и ультразвуковой дефектоскопии. И вот проводя опыты по возможности генерирования как раз излучения в интересах решения гидроакустических задач, Сергей Яковлевич обнаружил, что это излучение выявляет определенные дефекты в металле. С этого началась наша история дефектоскопии. Патент был получен уже в 1928 году. И в настоящее время это одно из самых актуальных направлений и развития наших подготовки на очных кадрах. Гидроакустика на подводных лодках, на кораблях. Дефектоскопия – это тоже огромное направление. И эти направления успешно развиваются на нашей кафедре электроакустики и ультразвуковой дефектоскопии. Кстати, все мы проходили УЗИ, а это начало было положено Сергеем Яковлевичем Соколовым. Надо сказать, что использование инфракрасного излучения также разрабатывалось Борисом Павловичем Козыревым. Сейчас это направление развивает кафедра фотоники. И вот получилось, что в интересах работы радиостанции использовались сначала электромашинные генераторы, самые лучшие были разработаны Валентином Петровичем Вологдиным еще в 1911-1912 годах. Это была надежная аппаратура, но она, естественно, была громоздкая. Все-таки ему-то Георгиевичу удалось убедить, чтобы в 1925 году было принято решение и по созданию ламповой системы радиосвязи. Валентин Петрович, опять-таки, замечательный ученый, ищущий. Он нашел новое применение для электромагнитных излучений. Это закалка, это техника СВЧ, которая позволяла решать совершенно новые задачи. Это закалка металлов, это плавка металлов в Тигле, это то, что сейчас развивается в нашей кафедре электропреобразовательных технологий. Следующее направление, которое необходимо отметить, это в 1931 году была основана кафедра ПУС – приборы управления стрельбой. Это кафедра, с которой начиналась наша кафедра вычислительной техники, прошедшая длительный путь. Замечательным ученым, основоположником направления применения именно средств вычислительной техники на флоте был Изенбек. И он преподавал в нашем институте военно-морской академии. Ну и вот сейчас на этих кафедрах мы знаем, до какого уровня получила развитие вычислительная техника. Все мы держим в руках мобильники, микроэлементы, которые используются для решения задач этого направления. Надо сказать, что на кафедре вычислительной техники работал и академик Крылов, который развивал направление гироскопии, который также сейчас успешно работает на кафедре ЛИНС. И еще при Александре Степановиче Попове обращалось большое внимание им самим на использование рентгеновского излучения. В 1916 году Николай Александрович Скрицкий ставил вопрос об организации такой кафедры. И в 1939 году такая кафедра была создана. И основателем ее стал Феофан Николаевич Хараджа. Сейчас это направление кафедры ЭПУ также успешно развивается. И большие достижения сделаны и в решении конструкционных задач. Естественно, расширяются области применения именно этого рентгеновского излучения.